Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о WWDC и прошедшей презентации от компании Apple, которая проходила 5 июня 2017 года. Какие же продукты были представлены? Ну и, конечно же, посмотрим на операционную систему iOS 11 Beta 1 на моем стареньком iPhone 5s, который, кстати, между прочим, еще и восстановленный. Работает или нет? На самом деле работает. Наливайте себе чайку, давайте поговорим об этом более подробно. Меня зовут Павел, вы на канале GadgetMoney. Мы начинаем. Поехали! Ну что ж, конференция длилась достаточно долго, практически, ну, очень много времени, больше двух часов. Что нам показали? Нам показали следующие продукты. iPad Pro на 10,5 дюймов, который будет доступен осенью. Нам показали новую версию операционной системы iOS 11, о которой мы поговорим чуть позднее. Нам показали обновленные iMac и MacBook. Сюда добавили немножко другие конфигурации, изменили стоимость, в некоторых случаях даже немножко стало дешевле. Из интересного, iMac Pro появился. Это новая модель вообще, новый продукт, который стоит от 5 тысяч долларов. И он действительно очень-очень классный и сексуальный. Новая версия операционной системы Mac OS, теперь это называется Hi Sierra. Напомню, что сейчас просто Sierra. Что изменилось, пока непонятно. На новую версию операционной системы Watch OS для носимой электроники от компании Apple, в частности для Apple Watch. Новый, абсолютно новый продукт HomePod. Это такая колонка, куда вы можете услышать музыку. Она анализирует, какое у вас помещение, соответственно, громкость, воспроизведение и так далее, и так далее. Туда также встроена Siri. Там куча-куча всяких спикеров. Стоит от 350 долларов в Америке. Будет продаваться с декабря. Ну и все. Обновленный магазин приложений App Store. Об этом сейчас более подробно поговорим. Ну а нас интересует непосредственно iOS 11. Еще раз напомню, что на моем старичке iPhone 5s она установлена. Я пользуюсь буквально больше суток. И вам расскажу о своих первых впечатлениях. Стоит накатывать или нет. И даже расскажу, что надо сделать, чтобы установить себе бета-версию. На самом деле не рекомендую сейчас ее никому устанавливать. Я дальше буду записывать с помощью встроенной функции, которая появилась в iOS 11. Это запись с экрана, но, к сожалению, не записать именно процесс разблокировки. Давайте посмотрим, как это все выглядит. У нас изменилась анимация. Что изменилось? Изменилась камера. Точнее, сама камера не изменилась. Вы теперь можете считывать QR-коды и переходить по той ссылке, которая непосредственно зашифрована в QR-коде. Больше никаких изменений в камере нет. Работает? Да, работает. Ничего не изменилось. Качество не улучшилось, не ухудшилось. Все работает более-менее адекватно. Изменились ли стандартные приложения часов, погода, кошелька и так далее? Нет, не изменилось. Единственное, что везде подбешивает, это видоизмененный, точнее, жирный шрифт. Валет я не буду открывать. Я сейчас вам открою. Видите, как тупит. Я вам сейчас открою калькулятор. Калькулятор выглядит следующим образом. В такой ориентации выглядит таким вот образом. Прикольно, да. Но это не та операционная система, которую я ждал последние несколько лет. Также из особенностей и изменений, это, конечно же, новый App Store. App Store изменился. И, честно, друзья, он мне не нравится. Не нравится ни по каким причинам. Почему? Потому что мне кажется, что это полный кисель. Да, информации много. Да, она теперь подразделена на различные категории игры, программы, обновления и поиск. И также раздел рубрики «Сегодня», который мониторят, есть админы, добавляют сюда информацию о тех новинках и предложениях, которые актуальны на сегодняшний день по мнению редакции, которая занимается мониторингом всего этого. Но мне не нравится. Мне кажется, ну, может быть, я к этому привыкну, но мне не нравится. В общем, отдельная категория игры, отдельная категория программы, отдельная категория обновления. В обновлениях единственное, что понравилось, это сразу доступ о том, что нового в новой версии приложений. Ну, а в общем-то и целом, в принципе, работает нормально. И, конечно же, как и в любой первой бете, которая выходит на рынок тестирования, безусловно, присутствуют баги, глюки, нагрев, разрядка и всё, что с этим связано. Поэтому, если у вас устройство, скажем так, рабочее, и если вы хотите установить себе на постоянное и хорошее использование, я не рекомендую установку. Хотя установить очень-очень просто. А как установить, я вам ближе к концу ролика расскажу. Буквально несколько секунд, пару кликов, и у вас установится новая бета-версия операционной системы iOS 11. Далее, переходим в настройки, и здесь мы видим видоизмененный шрифт, как мне показалось, проверка наличия обновлений. Я вам доказываю, что это iOS 11, а никакая другая. Ну, а сами настройки выглядят следующим образом. У меня здесь немножко изменён текст по размеру, но мне показалось, что немножко пересованы у нас иконки, отвечающие за тот же Siri. Siri у нас выглядит следующим образом. Сейчас я покажу, каким. Здесь хотелось бы отметить пункт управления, который можно изменять. Почему изменять? Потому что пункт управления выглядит следующим образом. Вот эта область, она непосредственно верхние четыре ряда иконок у нас не изменяется, и никаким образом вы не сможете туда залезть. Просто можете регулировать, включать, выключать ту или иную функцию. А последние нижние два ряда иконок вы можете как раз-таки изменять в настройках в пункте управления. И вот о чём я говорил, видите, как написан пункт управления? Он написан, если честно, очень жирным свифтом, и это практически везде. Если вы заходите в сообщения, вот так вот это всё выглядит. Если вы заходите в настройки, это так выглядит. Мне, честно, съедает, ну, может быть, какую-то часть пространства экрана, мне это не нравится. Ну, понравилось, что вы можете видоизменять, перетаскивать эти донглы к последних двух рядов иконок и каким-то образом делать это так, как вам удобно. Ну, в общем-то, в настройках больше ничего не изменилось. Вынесли Emergency Soft, появился новый пункт меню. Пока не работает, скорее всего, не работает в России и даже не переведено на русский язык, даже не будет зацикливаться. Немножко, как мне кажется, изменился раздел аккумулятора, потому что здесь раньше изображалось 24 часа, теперь, не знаю, есть, нету этой информации. В общем, выглядит вот таким вот образом, некорректно отображает процесс разряда и заряда аккумулятора. Вынесены учётные записи и пароли, сюда заходить не буду по причинам безопасности. Ну, и, в принципе, больше ничего нет. Вы спросите, как же изменяется у нас ряд иконок, отвечающих за включение-выключение авиорежима Wi-Fi и сотовых данных? Что же делать на устройстве, где нет 3D Touch? Здесь всё очень просто, здесь идёт имитация как раз-таки. Вы просто нажимаете, и у вас происходит открытие под меню вот таким вот образом. Просто нажимаете, как будто бы у вас присутствует 3D Touch в вашем телефоне, и всё очень стильно так открывается. Помимо этого, конечно же, это новая анимация открытия всевозможных приложений, вы понимаете, да? Но на старых процессорах, в том числе на iPhone 5s, это всё происходит в достаточно таком, ну, медленном виде. И, конечно же, в первой бете это всё очень сильно глючит. Я обычно в универсальном доступе отключаю это всё, уменьшить движение, включить. И у меня вот этих вот переходов нет, а просто вот такой вот плавный переходик, в общем, без анимации. Появилось приложение файлы. В файлах очень, ну, мне кажется, это тоже такие костыли. Не знаю, якобы можно здесь всё вот так вот перетаскивать, куда-то всё, папки какие-то делать. Ещё, честно, не разбирался и не хочу разбираться, потому что, ну, это костыли от Apple. Хотя, в принципе, всё в одном месте, в том же iCloud Drive это всё хранится, всё вот так вот. Можно снять и пойдёт непосредственно закачка тех файлов на само устройство с облака. Я думаю, что приложения файлы будут развиваться. Появилась иконочка фидбэка для того, что если вы разработчик, чтобы вы оставляли свои комментарии руководству и тем людям, которые занимаются разработкой этой операционной системы. Сами уведомления у нас выглядят следующим образом. Здесь появляются уведомления, которые у вас пропущены. Никаким образом изменить, смахнуть их оттуда нельзя. То есть, по сути, это начальный лог-скрин. Он же сейчас уведомление. Предыдущие уведомления свайпом снизу вверх у нас недавние появляются. Здесь вот можно сделать следующим образом. Больше ничего сделать нельзя. То есть, у нас, по сути, уведомления – это тот же лог-скрин. Больше ничего нет. Влево у нас вот так вот открывается. То есть, вы понимаете, да? Немножко, если сейчас вот это я всё дело сделаю с второго раза, может быть, это всё. Ну, видите. Бета, она такая кривая. Так открывается у нас камера. Открывается всё очень долго. Бетка сырая. То есть, вы видите сами. Я ничего не придумываю. Touch ID работает. В принципе, звонить можно. По уровню сигнала. Все отметили, что видоизменился уровень сигнала приёма сети. Да, он изменился. Раньше были точечки. Теперь это обычные палочки. И действительно, так удобнее. Мне не кажется, что последние 2-3 года компания Apple должна была делать такие устройства. Давайте посмотрим. Зайдём куда-нибудь в какие-нибудь стандартные приложения. Давайте зайдём в диктофон. Изменился ли диктофон? Нет. Абсолютно никак не поменялся. Поэтому, друзья, честно, хвалить здесь нечего. На старых устройствах это работает всего так себе. Надеюсь, к релизу всё это поправят. Хотя бы будет работать ненагревое устройство. Разряжается примерно в 2 раза быстрее, чем на стабильной версии операционной системы. Ну и в общих целых чертах, не знаю, мне не очень понравилось, скажем так. Да, ну вот ради вот этого, ну окей, как бы. Я установил ради того, чтобы показать вам, записать своё впечатление. Думал, что действительно будет работать. Ну, работает, да, но очень-очень коряво. Как-то так. Мне даже вот я сейчас не мог ответить на звонок. То есть, представьте, я телефон заблокировал, да. Давайте включим, это у нас не включается. Представьте, я телефон заблокировал. Поступает, разблокирую, поступает в этот момент, в эту секунду звонок. И нигде не отображается то, что мне звонят. Ну, можно сослаться, да, что это первая бета-версия операционной системы. И из-за этого она так сильно лагает. Если вы хотите рискнуть и установить, без разницы у вас iPhone или iPad, вы можете установить бета-версию этой операционной системы. Делать надо следующее. В описании под этим роликом будет ссылочка. Вы её открываете обязательно в мобильном Safari на iPhone, либо на iPad. У вас останавливается профиль разработчика. После этого у вас устройство перезагружается. И после этого вы заходите в настройки, в раздел «Обновления», «Основные», «Обновления ПО». И у вас выскочит возможность обновиться на новую операционную систему, бета-версию iOS 11. Ну и последнее, что хотелось бы отметить, это создание скриншотов. Скриншот создаётся вот таким вот образом и появляется у нас в левом нижнем углу. Что можно сделать скриншотом? Можно на нём порисовать всевозможными кистями. Можно добавить подпись, можно добавить текст, либо куда-то его... Ну и, соответственно, после этого куда-то его отправить, либо просто сохранить в галерее. Что хотелось бы отметить по поводу записи с экрана. Давай, уходи туда влево. Запись с экрана у нас то работает, то не работает. Записывает чуть больше трёх минут и останавливается. Звук, как мне кажется, не пишет. Хотя потом я подключу и пойму, пишет или нет. Ну и, наверное, в принципе, на этом всё. Вам большое спасибо, что посмотрели со мной на операционную систему iOS 11 для, скажем так, стареньких iPhone'ов. В моём случае это 5s, повторюсь. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось. Поставьте дизлайк, если не понравилось. Обязательно проходите в комментариях, пишите, что вы думаете по этому поводу. Давайте таким образом поступим. Если это видео соберёт 50 лайков, то я сделаю обзор данной операционной системы, бета-версии iOS 11 на iPad. Как она поведёт себя там. Если не наберёт, значит вам неинтересно. Ну, вот как-то, в принципе, всё. Анимация вот такая вот. Никаких ничего нового такого, что за три года могло произойти с устройством, здесь не появилось. Точнее, с самой операционной системой. Устройства как раз-таки изменились. Я думаю, что на последних версиях смартфона, здесь это всё, точнее там, это всё будет работать более-менее быстро. На 7-ом iPhone, 7 Plus, ну, 5s ведёт себя таким образом. Ничего другого я не ожидал. Если спрашивать моё мнение, понравилось, не понравилось, в данной интерпретации, не совсем. Мне кажется, изменений мало. Да, здесь есть изменения под капотом. Да, мы с вами этого не видим. Но, опять же, пишите в комментариях, что должно сделать Apple для того, чтобы пользователи были рады и сказали, «Вау, это новая операционная система, и она нам нравится». Здесь пока только причесанная, что-то доработали. То есть, ну, не знаю, ну, мне не очень понравилось. Где купить iPhone, кстати, по нормальным ценам будут ссылки в описании. Напишите в комментариях, что вы досмотрели до этого конца, до этого момента, точнее, до этого действительно конца ролика. Вы напишите, что вы супергерой. Я уже начинаю потихоньку заговариваться. Проходите на сайт GadgetMoney для того, чтобы найти самые интересные, популярные купоны, которые я нахожу для вас во всём интернете. И обязательно заходите в раздел «Гаджетов», где я тоже ручками отбираю для вас все интересные телефоны и нахожу, где они продаются по самым интересным ценам. Ну, а мы с вами совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»